В Урмарском районе в этом году большой урожай хмеля, или как его еще называют, зеленого золота. О том, как справляются с уборкой аграрии, в репортаже. Вот оно золото Чуваши, настоящий душистый хмель, выращенный на полях нашей республики. В качестве он готов состязаться со своими собратьями, выращенными в других регионах России. Нынешнее лето подарило богатый урожай хмеля. Теперь главная задача успеть это все собрать, обработать, высушить. У нас свое производство пивоварения, сушим, гранулируем, то есть сами выращиваем, сами перерабатываем, сами используем в своем производстве. И все лишнее продаем по России хмель, пив заводам, потом фармацевтическим фабрикам. Сельхоз товаропроизводители в этом сезоне закупили новое оборудование, отечественное производство. На это ушли немалые средства. Мы вот ждали, как пирожка с печки, вот этот российский, чувашский комбайн и сушилку. То есть комплекс, вот этот хмельоуборочный, комбайн с сушилкой, они для нас необходимы. Необходимость почему? Потому что, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день три комплекса чешского производства, они износились до такой степени, что металл уже крошится сам по себе. 30 гектаров – солидная площадь. И без автоматизации здесь не обойтись. Хмельо-сушилка была спроектирована и собрана менее чем за год. Прошла заводские испытания и сегодня внедряется уже в производство. Сейчас выходит готовый сушеный хмель. Очень хорошо высушили. Данный агрегат мы рассчитывали по мощности 400 кг в час, то есть номинальная мощность. Опять же, все зависит от сорта загружаемого хмеля. На сегодняшний день мы проводим пусконалаточные работы и пытаемся настроить режимы. А вот комбайн, что называется, дает сбои. Собрали его на чебоксарском предприятии «Техмаш Холдинг». И если в первые дни он работал на совесть, то сейчас встал. Теперь заказчики ждут заводских специалистов, чтобы устранить недоработки. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.